Всем привет! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о новинке от компании Baby Design. Модель называется Coco. Название такое интересное достаточно придумали, но какое есть. Baby Design Coco это новинка, это такой достаточно бюджетный сегмент, но не пострадало качество вообще в принципе. Я бы сейчас поставил ее процентов на 20-30 дороже и продавалась бы она и за эти деньги хорошо. Но тогда уже появляются конкуренты. Это я к тому, что стоит недорого, сделано хорошо, предлагает достаточно много клиенту. Вы прекрасно видите, она полноразмерная, нормальная коляска. Ну, о ней я расскажу, естественно, в обзоре. Так что, если вам это интересно, моделька, и вы для себя ищите недорогую, но хорошую качественную колясочку прогулочную, садитесь поудобнее, начнем изучать. Ну, собственно, вот перед вами колясочка Baby Design Coco. Напомню, новиночка. Так, давайте в двух словах сейчас вначале технические характеристики вам в цифрах озвучу. Коротко. Вес коляски у нас 9,6 кг. Она у нас с 6 месяцев до 3 лет. И максимальный вес ребенка, который она может выдержать, это 15 кг. Кстати, ширина колесной базы здесь не широченная. В лифты спокойно заедете в любые 57 см. Это, в принципе, вполне себе нормально. Так, начнем сверху вниз. Кстати, напомню, точные характеристики внизу по ссылке в описании на сайте Первая коляска. Там же, кстати, можете и заказать, если понравится. Так, сверху вниз. Начнем с ручки. Напомню, коляска бюджетная. Достаточно бюджетная. Я не говорю, что она там дешманская, там стоит 1000 рублей. Нет. Но это достаточно недорогая коляска. И даже в этом ценовом диапазоне у нас обивка ручки эко-кожа. Это круто. Прострочечка. Все хорошо, приятно держать. Это не губка, которая со временем будет впитывать влагу, трескаться и все в этом духе. Таких проблем здесь вы не испытаете. Не регулируется по высоте. Небольшой косячок. Козырек. Здесь секция вот эта у нас убирается, если нужно. Но все пользуются по максимуму, поэтому всегда она у всех открыта. Вот. Размер козырька реально тут огромный. Я думаю, вам будет достаточно. И есть с флотровой окошечко. И с флотровом окошечки москитка. Но крышечка, вот эта вот накидочка на окошко, она крепится здесь с помощью магнита. Это я акцентирую внимание, потому что здесь магнит. Обычно это в более дорогих колясках бывает. Но молодцы. Сделали в этом ценовом сегменте. Кстати, все ткани на коляске достаточно приятные. Я бы не сказал, что они какие-то дешевые. Нормальные, приятные ткани. Я думаю, зайдут вам обязательно. Так, у нас здесь есть на задней стеночке карман большой достаточно. Вот эта часть у нас откидывается. Можно зафиксировать. Так, завернуть и зафиксировать. И будет у вас здесь проветриваться. Летом все здорово. И что хорошо, эта накидочка, она у нас идет внахлест на боковую стенку. И щелей, как у некоторых брендов, есть такой косячок, не будет задувать. Хотя и спереди задувает, но все равно, не будет хотя бы сквозняком. Вот. Вот такая вот у нас задняя стенка. Так, давайте теперь сразу покажу вам, как регулируется по высоте спинка. Здесь классические ремешки. Подтягиваем вверх. Все, спиночка поднялась. Вот. И, соответственно, опускаем. Все нормально. Кстати, здесь у нас 120 это поднята спинка и 165 это мы лежим. Вот, собственно, горизонтальное положение вы сейчас видите. Оно, конечно, не полностью в горизонт, но спать ребенку в полугода смело можно. Так, давайте теперь посмотрим на сидение. Сидение здесь у нас получается достаточно большое. Оно жесткое. Я имею в виду не твердое сидеть ребенку, а само основание жесткое. И сверху у нас нормальный мягенький матрасик. Пятиточечные ремни, мягкие накладки, и на паховой, и на плечевой зоне. Также имеем бампер. Бампер, единственное, с косичком. Ну, это не косяк, это особенность. Он не откидывается, как калитка. Здесь нужно будет его снимать. Ну, зато он легко снимается. И бонусом вы получаете, если, например, ребенок не сильно любит пристегиваться, можно вот так вот зафиксировать. И у нас такая перегородочка. Он не сползет. Подножка у нас регулируется. Здесь большая площадка для того, чтобы можно было ножкой ребенку поставить. С этим все хорошо. Так, давайте посмотрим у нас на раму. Рама здесь у нас металлическая. Причем не тонюсенький какой-то там металл, а нормальная такая, хорошо собранная, добротная рама. Большой багажник. Багажник действительно большой, но у него маленький доступ в багажник. Вот это вот такое. Ну, в принципе, сбоку можно отстегнуть, как-то здесь засунуть. Но это костыли, поэтому у вас будет вот этот вот проем. Сюда даже мячик нормальный не засунешь. Ну, кучу мелочевки можно будет засунуть. Кстати, в комплекте накидочка на ножки. Я ее вам чуть позже покажу. Вот. Поэтому вот с багажником такая история. Колеса здесь полиуретановые, они не надувные. Но из-за этого она и не весит 12 килограмм. Вот. И самый четкий, самый нормальный тормоз. Нажимаем, снимаем оба раза сверху. Это очень-очень удобно. Вы не поцарапайте свою обувь. Так, теперь заценим сейчас с вами амортизацию. Спереди. Есть. Сзади, насколько помню, тоже была. Да, в общем, амортизация у нас есть и спереди, и сзади. Это прекрасно. Так, давайте теперь посмотрим, как она у нас складывается. Складывается она классно. Здесь вот у нас есть рычажочек. Оттягиваем в правую сторону и нажимаем основную кнопку. И смотрите, что у нас происходит в этот момент. Кляшечка у нас складывается. Она может стоять сразу. Забегая вперед, по-любому будете спрашивать, складывается. Можно вот так убрать бампер. Снять. И получается у нас достаточно компактная, нормальная конструкция. Можно поставить. В принципе, можно оставить бампер и перекатить. Но за него носить я не рекомендую. Мне кажется, может производитель справит меня, но мне кажется, он не выдержит. Я имею в виду, крепление не выдержит, если носить за него. Чуть-чуть тонковато, на мой взгляд. Но перекатить, я думаю, ничего страшного с креплением не произойдет. Сразу же скажу, что на ручке... Сейчас я вам покажу даже. Открою. На ручке есть специальные такие колечки пластиковые, которые выпирают за саму ручку. И вы, когда складываетесь на землю, будете опускать, ставите ее, вы кожзамом не трогаете асфальт, и он у вас рваться не будет. Поэтому в этом плане, в принципе, предугадали. Но если что, халаты сильно асфальтом убиты, гравий, конечно, с этим будьте аккуратнее. Так, накидочка на ножки в комплекте идет. Дождевика нет, но накидка есть. Вот такая вот у нас накидка. Она у нас внахлёст идет на подножечку. Одевается. Ну и, соответственно, кнопками и липучками крепится. Получается, что мы можем такой кокон создать ребенку. Ножки закрыты, сверху капюшон накрыт. И непогоду ребенку будет нормально. Так, передние колеса, естественно, у нас можно заблокировать, если нужно преодолеть какую-то неровность. Сейчас, секундочку. Где найду этот переключатель? Так, вот оно. Вот, колесо можно заблокировать и проехать по плохой дороге. Зимой, например, это бывает очень даже актуально. Так, ну, в принципе, по большому счету, добавить мне больше нечего. Быстренько о ней вам рассказал. И мое мнение в двух словах. Стоит коляска недорога. И дает вам достаточно много за эти деньги. Весит немного. Амортизация есть. Комплектация нормальная. Дождевик купите универсальный за 300 рублей. Подстаканчик тоже можно купить, там, рублей за 700 нормальный. И вот вам, пожалуйста, классная, хорошая колясочка. Даже если вы докупите этот дождевик и подстаканник, она все равно по цене не догонит коляски, которые уже имеют это все в комплекте. Они будут стоить все равно с разрывом, ну, ощутимым в цене. Поэтому даже докупая эти вещи, вы все равно достаточно выгодно приобретаете. Ну, а по поводу качества обслуживания к Baby Design, по большому счету, претензий нет. У них сервис нормальный, все хорошо. Они особо даже и не ломаются. Никогда, я думаю, сервис вам и не понадобится. Вот, ну, что я ушел в сторонку. В общем, мое мнение, коляска, на мой взгляд, хорошая, полноценная, полноразмерная. И даст вам все, что вам нужно за небольшие деньги. Поэтому, если ищете для себя что-то такое, обязательно рассмотрите этот вариант. Я думаю, вас не разочарует. Ну, и в итоге, если вам это видео понравилось, подзор был полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы уведомление о новых видео вам приходило. И большое спасибо первой коляске за предоставленный Baby Design Coco на обзор. Ну, а вам всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok